Здравствуйте друзья, героем этого видео будет обновленная версия управляемой светодиодной лампочки от известного бренда Acara, рассчитанная на установку в стандартный патрон E27. Мы рассмотрим ее возможности, проверим совместимость с различными системами управления умным домом, а также проведем сравнительное тестирование с предыдущей версией такого устройства от этого же производителя. Тип устройства Управляемая светодиодная лампочка Модель Acara T1ZN-LDP13LM Интерфейсы ZigBee Bluetooth Установка патрон E27 Максимальная мощность 8,5 Вт Световой поток до 806 люмен Цветовая температура 2700-6500 Кельвина Индекс цветопередачи RA90 Рабочее напряжение 220-240 В, размер 60х115 мм Поставляется устройство в привычной для бренда Acara белой коробке с синими надписями. Сразу обращаем внимание на обилие иероглифов, это говорит о том, что данная модель предназначена для внутреннего китайского рынка. На других сторонах коробки изображены иконки иллюстрирующие функции лампочки, подписи тоже иероглифами, есть логотип экосистемы Midsia Mi Home, про Acara Home упоминаний нет. На нижней стороне указаны параметры, причем обратите внимание что интерфейсы указаны с DigBee и Bluetooth. В комплекте поставки кроме самой лампочки еще небольшой буклет инструкций на китайском языке. К слову сказать, в ней тоже нет упоминаний о Acara Home, только Mi Home. С конструкцией тут все просто, классическая светодиодная лампочка с цоколем E27, верхняя часть которой это полупрозрачный рассеиватель. На корпусе тут нанесен логотип Bluetooth, также виден QR код, возможно для подключения, но не уверен что при таком качестве печати его можно будет считать. Вместо фото с разных ракурсов, что там в лампочке интересного может быть, решил сделать сравнительное фото. Это с первой версии Acara. Герой обзора справа, его можно отличить по руне Bluetooth. До светорассеивающей колбы размер одинаков, а вот сама колба у первой версии немного больше. А это сравнение с полноцветной ZigBee лампочкой для экосистемы TUI E-Smart, ссылку на ее обзор вы найдете в описании под видео. Тоже очень похожая конструкция, но чуть больше пластиковая часть с электроникой. А вот популярные Wi-Fi лампочки от E-Lite имеют своеобразную узнаваемую форму, они значительно массивнее и нередки проблемы, когда их сложно или даже невозможно разместить в светильнике. Ну и последнее сравнительное фото, с так сказать динозавром лампочкой накаливания на 75 ватт. Что касается героя обзора, то благодаря стандартному цоколю в форме и размеру, он легко и просто устанавливается в штатные патроны на светильниках, тем самым интегрируя их в систему умного дома, без каких-либо переделок. Логическую часть обзора начнем с заявленной системы управления Mi Home. Я обычно использую кастомизированную версию с сайта kopiba.ru, на скрине актуальная версия на дату обзора, регион Китай. Далее я покажу и официальную версию Mi Home. Добавлять можно разными способами, изменю шлюза, причем выбирать можно любое устройство. Но для наглядности я через ручной поиск нахожу лампочку по названию. А вот скрин справа подтверждает наличие Zigbee 3.0 интерфейса, так как старым шлюзом ее подключить нельзя. Мастер подключения сообщает, что не подключенное устройство входит в режим сопряжения после подачи питания, на 30 секунд. А если его необходимо сбросить, для этого нужно 5 раз его выключить-включить, лампочка должна дважды моргнуть. Далее шлюз обнаруживает новое устройство и сопрягается с ним. Три финальных шага. Выбираем локацию размещения лампочки. Задаем имя, я оставил по умолчанию. И на третьем шаге устройство можно вывести в список избранных. Слева лампочка в общем списке системы, отсюда ее можно включать и выключать, а также видеть уровень яркости. По центру в списке дочерних устройств шлюза, в данном тесте она подключена к Xiaomi Gateway 3. Нажимаем на нее и посмотрим что есть в плагине. Плагин интуитивно понятный и удобный, верхняя часть экрана символизирует режим свечения лампочки и динамически меняется в зависимости от установок. Ниже идет выключатель, ползунки управления цветовой температурой и яркостью. Далее идет панель с четырьмя предустановленными режимами. Утренний, рабочий, чтение, чаепитие. Можно использовать для быстрой установки желаемого освещения. Далее две стандартные для многих устройств типа светильника в реле розеток функции, расписание работы включения и выключения, а также обратный отсчет таймер, по истечении которого лампочка инвертирует свой статус. Как я и обещал покажу и официальную версию Mi Home. Здесь и далее, если вы видите на экране два скрина это iOS, если 3 это Android. На левом слайде внизу видно что лампочка имеет официальную поддержку в приложении. Внешний вид и функциональность плагина в официальной версии Mi Home под iOS ничем не отличается от Android версии, все тоже самое. Кстати по моим наблюдениям управление через iOS версию обычно быстрее чем на Android. Перейдем к меню настроек, тут тоже много иероглифов поэтому я решил перевести название первых двух опций. Слайд слева и в центре один и тот же, центральный с переводом. Это настройки плавности включения и выключения лампочки. Далее идет очень полезная опция память и состояние. Для понимания как это работает проведем тестирование. По умолчанию интервалы включения и затухания установлены на полторы секунды, а память состояния отключена. Проверим эти настройки. А после установим значение на 5 секунд, это довольно длинный интервал но так будет нагляднее и проверим как работает память состояние. Режим по умолчанию полторы секунды на включение и выключение. Установлен интервал 5 секунд, это время от момента подачи команды до перехода светильника в заданный режим. Режим памяти состояния отключен. После возобновления питания лампочка всегда будет включаться. А когда включен, то состояние лампочки после подачи питания будет в том же состоянии, что и до отключения. Также в меню настроек есть такие функции как выбор сцены, это тоже самое что мы рассмотрели в плагине предустановленные режимы свечения. Журнал срабатывания, где ведется лог смены состояния и меню объединения нескольких светильников в одну группу. Перейдем к автоматизациям. Хотя еще не так давно в Mi Home для таких устройств был предусмотрен только раздел действий, то сейчас есть возможность использовать в разделе если триггер автоматизации, тут есть два события включить и выключить. Для выполнения тут больше вариантов включить, выключить, инвертировать текущий статус чтобы включать и выключать по одному событию, далее опция изменения яркости и цветовой температуры, затем пункт позволяющий вручную установить режим в который перейдет лампочка я имею ввиду яркость и цветовую температуру и последнее выбор одной из предустановленных сцен. В официальной версии под iOS все тоже самое, нет никаких отличий. Теперь проверим Akara Home, хотя как я сказал ни на коробке, ни в инструкции не указана совместимость с ней. На скрине актуальная версия на дату тестирования, регион такой же как в Mi Home, Китай. Перехожу в режим добавления новых устройств и перехожу в раздел свет, тут выбрал самую первую лампочку из списка. Далее выбираем шлюз, в моем случае это Akara M2 и камера Akara J3, подключу к M2. Процесс подключения такой же, после удаления из Mi Home, лампочка автоматически перейдет в режим сопряжения. Хорошая новость, поддержка тут есть, все определяется корректно. Плагин тут выглядит по другому и имеет две вкладки. На первой базовое управление, включение и выключение, установка яркости и цветовой температуры при помощи настроечного круга. Кстати тут перевод полный, без иероглифов. А на второй вкладке, динамический режим работы, есть одна предустановленная сцена. Вот так она работает, дышащий свет, его можно использовать например в качестве световой сигнализации какого-то события. Аналогично Mi Home, тут есть четыре предустановленные сцены освещения, а также тут имеется кнопка позволяющая добавить свою. В Mi Home такой не было, хотя такая задача легко решается через автоматизацию. В меню настроек имеются те же опции что и в Mi Home, включение режима сохранения памяти состояния и установка интервала включения и затухания лампочки. Перейдем к автоматизациям, тут тоже герой обзора присутствует в обоих секциях, если и тогда. И кстати для первой секции тут больше вариантов, включить и выключить как в Mi Home, а также включено и выключено, которое можно использовать как дополнительное условие при других входящих событиях, например нажатие на клавишу, обнаружение или отсутствие движения и т.д. Немного расширен по сравнению с Mi Home и раздел тогда. Добавлена возможность плавной регулировки яркости световой температуры при помощи куба, в экосистеме есть и такой весьма оригинальный контроллер. Автоматизация может устанавливать на лампочке выбранный режим яркости световой температуры и запускать ранее созданную сцену, в том числе и динамическую. Если шлюз к которому подключен герой обзора, проброшен в HomeKit как мост, то лампочка автоматически сюда перебросится. В данном примере это организовано на шлюзе Acara M2 через Acara Home, но чуть далее я покажу как это работает и из Mi Home. Тут есть возможность управления яркостью и цветовой температурой. Лампочка может работать в режиме адаптивного освещения, когда яркость и цветовая температура автоматически изменяются в зависимости от времени суток. Можно использовать и в сценариях, причем с любыми устройствами подключенными к HomeKit, не обязательно из одной экосистемы с лампочкой. Системные настройки такие как интервалы затухания, память состояния устанавливаются в родном приложении управления. Продолжая совместимость с HomeKit плавно перейдем к работе в Home Assistant. В данном кейсе лампочка подключена к шлюзу Acara E1 в Mi Home, а шлюз в свою очередь через интеграцию HomeKit контроллер проброшен в Home Assistant. Это именно тот же протокол что используется для работы в Apple HomeKit, поэтому можно утверждать, что лампочка будет работать в приложении дом и при использовании в Mi Home. Кстати передача данных при таком подключении также осуществляется по локальной сети, поэтому это вполне рабочий вариант, позволяющий параллельно использовать устройство и в Mi Home, и в Home Assistant. Перейдем к ZigBee2MQTT. На дату проведения тестирования актуальная версия 1.25.0. Включаем режим подключения в ZigBee2MQTT. Лампочка переходит в сопряжение после удаления из предыдущей системы, либо сбрасывается пятикратным выключением включения. Хорошая новость заключается в том, что лампочка определилась с ходу, без необходимости создания и подключения внешнего конвертера. Однако меня смутило то, что в информации об устройстве была указана 12 модель, это первая версия лампочки. Хотя по сути функциональность у них идентичная. Соответственно у них общая страница экспозиции. Тут есть ряд опций. Сверху находится переключатель состояния. Под ним находится ползунок яркости. Напомню, что тут шкала от 0 до 254, а не в процентах. Далее идет настройка цветовой температуры. Ползунок для плавной регулировки справа, шкала от 153 до 370. Кнопки предустановки находятся слева. Есть недоработка конвертера, при выборе и нейтрального и теплого переключается в одно и то же значение 370. Следующий раздел это установка цветовой температуры при включении лампочки. Режим по умолчанию. Сразу скажу, он не работает. Включается так же как и была выключена. Список эффектов, но он тоже не работает, реакции на них никакой нет. Но при необходимости это можно сделать автоматизацией. Но вот что меня реально расстроило это то, что не работает режим памяти состояния. Напомню, что для первой версии лампочки которая действительно 12 модель, он отрабатывает корректно. Я решил посмотреть что в конвертерах ZigBit MQTT. Кому интересно взглянуть, ссылку на базу для Xiaomi и Acara вы найдете в описании. Вот собственно что тут есть по лампочкам. Вот коды устройств которые обрабатываются этим конвертером. Тот что заканчивается на 02 это первая версия, тот что на 0.14 герой обзор. Для обеих подставляется одна и та же модель 12, хотя герой обзора по факту 13. Беглый поиск привел меня к запросу на добавление нового устройства с внешним конвертером именно под эту модель, ссылку вы также найдете в описании. Автор ZigBit MQTT решил объединить две версии одним конвертером. Я решил попробовать как будет работать с этим внешним конвертером. Определилась корректно, тут даже картинка немного другая. Само собой что тут в описании указано корректное название для устройства и правильный номер модели 13. Страница экспозиции отличается от показанной ранее только отсутствием переключателя памяти состояния, который впрочем и не работал и списка эффектов. В остальном все то же самое, из того что работает переключатель состояния, яркость и цветовая температура. Память состояния по умолчанию отключена. Как я и обещал в начале я проведу сравнительный тест первой и второй версии лампочки. Сравнивать буду по мощности и световому потоку в разных режимах. Сразу хочу уточнить, что показания светового потока в этом тесте исключительно для целей сравнения лампочек в одинаковых условиях. Тест будет проводиться в трех режимах, белом, нейтральном и желтом, на максимальной и минимальной яркости. Для минимальной я ставил значение 10 по шкале от 0 до 255. Герой обзора, белый на максимуме. 12060 люкс, 7.2 ватта. Нейтральный 10070 люкс, 7.3 ватта. Желтый 8910 люкс, 7.3 ватта. Минимальная яркость, тут значение мощности ниже, чем может измерить прибор. Белый 1290 люкс. Нейтральный 1140 люкс. Желтый 1050 люкс. 1140 люкс, 8.5 ватт. Нейтральный 12360 люкс, 8.7 ватта. Желтый 11140 люкс, 8.5 ватт. 1240 люкс. Минимум яркости, тут тоже мощность 0. Белый 990 люкс. Нейтральный 940 люкс. Желтый 870 люкс. Как показал сравнительный тест, лампочка первой версии, если говорить о ее прямом назначении, мощнее героя обзора как чисто электрически, так и по световому потоку. В частности в нейтральном режиме, который используется чаще всего, она ярче на 20%. Что касается остального, как видим, каких-то особенных функциональных отличий тут не нашлось. Хотя сложно придумать что-то для лампочки. Из аппаратных обновлений я вижу только ZigBit 3.0 и заявленный Bluetooth. Но как и где его можно использовать, не понятно. К плюсам отнесу поддержку и в Mi Home и в Acara Home, совместимость с Apple HomeKit, что можно использовать даже для Home Assistant. На сегодняшний день не доработана поддержка в ZigBit у MQTT, очень не хватает работающего режима памяти состояния. К минусам отнесу меньшую мощность при большей стоимости. Скажу честно, лично для себя я большого смысла в модели Acara T1 при наличии первой версии не вижу. Нужна ли она вам, решайте сами. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok